Хорошо, раз уже зашла тема о Телеграме, как вы относитесь к блокировке Телеграм и что будет дальше? Мне нечего добавить к тому, что я написал. Я считаю это неправильным по ряду причин. Причина номер один. Если мы хотим, чтобы террористы там не переписывались, террористы переедут в другой мессенджер. В Телеграме у ФСБ уже достаточно серьезная агентурная сеть. И, конечно, с большой долей вероятности какой-то значительный процент злодеев там можно вылавливать. Сейчас все они уйдут в другие мессенджеры и все надо будет создавать заново. Дальше. Я, честно, не устанавливал себе VPN никогда в жизни. Вот до прошлой недели. И вместе со мной... Сколько человек VPN установило? У меня и так работает. Знаешь, как это ведущий так говорит? Теперь скажи для телезрителей. Весь зал. Весь зал. Второй момент. Третий момент это то, что... Вот, извините, да, я опять дам сейчас циника. Вот свобода слова это очень большие вещи. Гражданское общество это очень большие характеристики. Ну, как только государство приходит к тебе и говорит, что вот ты из этой чашки больше пить не можешь, а будешь пить из этого. Ты начинаешь говорить, слушай, ну хватит, ну туда тоже не надо залить. Потому что, конечно же, вы все пользовались телеграммами, чтобы угорать там, пересылать друг другу стикеры прикольные, ржать, создавать рабочие или нерабочие чаты и все. А теперь вам говорят, камон, вы больше не будете это делать. Будете делать в WhatsApp. И, конечно, вам можно объяснить, что в WhatsApp это, в принципе, то же самое. Ну, блин, это не то же самое. Вот вообще разные вещи. Просто они разные, как бы, ну вот как рыба и колбаса. Да не, ну че же, ну же мессенджеры проходят же. Конечно, я против. То есть вы уходить оттуда не собираетесь? Ну, вы видели, чтобы я оттуда должен. Все, поняла, хорошо. Отлично, спасибо. Спасибо.